Сейчас наша фотография продолжит музыка Сергея Сергеевича Прокофьева. Он был самым именником и Рахманинова, и Медлера, но моложе их, ну, примерно на два десятка лет, и, в общем-то, уже принадлежал совершенно и новому поколению музыкантов. Если музыка Рахманинова и музыка Медлера – это очень яркая страница русского романтизма, прежде всего романтизма, то Прокофьев в своих первых же работах поступает как несопровергатель традиций и как очень яркий авангонтизм. Вспомним, что его первые сочинения вызывали целую бурю негодований у музыкальной критики, и на автора первого, в публиарах процента, предлагали надеть свинительную рубашку, а музыку его называли футбольным. Впрочем, стиль Сергея Прокофьева изменялся на протяжении его жизни, и, конечно, в его музыке появлялась и удивительная красота, и традиционность, изящество, и глубокая философия, и та самая сказочность, которая является истинным языком-мудрецом. Сейчас мы с вами услышим пять мелодий для скрипки и Портопьяна Сергея Прокофьева. Сам автор сделал эту транскрипцию для своих друзей и скрипачей, ведь первоначально это были мелодии для голоса. Эта работа была сделана композитором в Париже. Вы помните, что достаточно большой период жизни Прокофьева связан с годами эмиграции. И вот здесь мы услышали музыку не только русского композитора и истинно русского художника, но того музыканта, который очень восприимчив и очень открыт для всех новых и ярких вегий. Эта музыка не просто написана в Париже, она испытывает на себе, конечно же, огромное влияние французской музыки, французского импрессионизма, и мы не можем не почувствовать это в изящественной мелодии, в своеобразии гармонического звучания, в сочетании голосов скрипки и Портопьяна. Итак, пять мелодий для скрипки и Портопьяна Сергея Прокофьева исполняют Дарья Ученова и Анастасия Ленчарова. Спасибо.